Это Генри Эдман. Я приглашаю его сюда. И пока не принимается, я хотел бы остановить, что если у вас руководство, кто работает практически, есть что сказать, кратко даже, определиться какой-то практикой, какой-то фишкой, пожалуйста, мы вас здесь ждем. Генри, пожалуйста. Я после выступления и дилеты отношу, мне кажется, это золотой полот. Генри, спасибо тебе за этот опыт и кто как-то контеатрировался. Я уже понял, что выступать мне уже не нужно. Расслабился. Затем, когда вышел Александр, вот честно, после выступления Александра, он не спел. Я, в общем-то, хотел Есенину читать с этой сцены. Вам повезло, потому что Есенину наизусть я не знаю. На этом вот эта часть развития творческого потенциала, в принципе, у меня закончена. Мне так много его потребляют, как сказал Константин. Пока у меня это наоборот не ело, он будет интеллект, и еще... Как-то не дошел. Так, отвечаю, все это сейчас не конкретно. Вообще, вот если по поводу петь Андрей Витенев, он... ...воспусление устроить. Мы любим это делать. Вы знаете, самые такие серьезные, напряженные моменты тренинговые, какой-то Андрей Витенев и поет. И любит шокус. Ну, я рад, что мы так вот с вами улыбались и даже посидялись. Я хотел бы пригласить вас к серьезному чести нашего бизнеса. К серьезному развитию, к карьерному росту. И ведь мы с вами здесь не только для того, чтобы привлекать правильно бизнес-партнеров. То есть мы с вами понимаем, что эти люди должны еще и основаться в том, что это понимает очень хорошо, что эффективность бизнеса, она не только в том, в какое количество людей у нас приходит, а также в том, какое количество людей с вами будет через 5 лет, через 10 лет, через 10 лет. И мы все ценим наш бизнес за то, что нам здесь не нужно одну и ту же работу делать многократно. Что однажды проделанная работа, не каждая работа, каждая работа может нас френировать, развивать, но в целом та работа, которую мы поделаем, она может нам обеспечить доход на многие годы. А для этого, естественно, нужно создавать лояльную команду и лояльный такой пласт окружения. Те люди, которые используют продукт вокруг нас и включают к этому, естественно, тех партнеров, которые вместе с нами в бизнесе. И когда мы говорим о программе, для тех людей, которые стали менеджерами, то у меня всегда возникал вопрос практического применения. И мы увидели, что очень маленькая такая цифра. У нас проходит, например, 50 менеджеров программ, но те люди, которые начинают практиковать уже буквально первые дни, вторые, третьи, четвертые, пятые дни, неделя каждая, исчезляется буквально 10-20%, 80% людей по каким-то причинам даже понимают, что эта программа, она им интересна, она доступна, они готовы это делать. Но что-то всегда останавливает. Поэтому вы знаете, что в момент обучения мы говорим о том, что первые люди, на которых вы можете протестировать эту программу, это ваши родственники, ваши друзья, буквально ваши соседи. Начните с людей, с которыми вы живете, начните с этих людей, с которыми вы общаетесь, попросите их о помощи. И проведите для себя тренировку, а для этих людей рискирование, дегустанцию, просмотры видео, и все то, что вы делаете в процессе презентации программы. То есть, в целом, это все будет презентация программы. И я это считаю лучшим стартом, действительно, для этих людей, которые не имеют поводу. Почему люди так тянутся к этой программе? Дело в том, что нам, вы это прекрасно понимаете, нам достаточно часто трудно подойти к кому-то из незнакомых людей и начинать разговор на деньгах, о бизнесе. Потому что совсем скоро нужно будет рассказывать людям о том, что такое МЛМ. И мы не всегда готовы к этому разговору. Мы не всегда готовы разговор с незнакомым. И надо даже незнакомливать не на эту тему. А здесь мы говорим о тех вещах, которые лежат на поверхности, с одной стороны, с другой стороны, очень важны. и также не вызывают у вас какого-то морального страха, когда вы говорите о здоровье человека, который стоит на против вас, либо о своем здоровье. И это, по идее, должно нас располагать к тому, чтобы мы начали говорить с вами знакомыми, друзьями. Что бы мы ни делали вот в этой части, почему-то это тоже работает не очень хорошо. То есть люди, ну, буквально в смысле не практикуют программу. Это для нас с вами, для менеджеров, очень большой вопрос. И, вы знаете, я вот сейчас последнюю неделю пришел к очень интересному такому выводу. Мы об этом тоже говорили на программе. Я понял, что лучшая аудитория для эсфермания, для вашей тренировки как для менеджеров, это наши партнеры. И те партнеры, которые стартуют у вас, ну, например, партнеры, которые пришли получить информацию о бизнесе, они сталкиваются с тем, что проходят вот эти три больших этапа развития. Постоянность, первое, использование продукции, второе, посещение различных мероприятий, третье, это то, как рассказывает Эдуненко. И вот когда мы с нашим партнером составляем его первый заказ, или когда мы с нашим партнером вообще говорим о продуктах ЭЛЭФ, вот это тот самый повод для того, чтобы задать ему вопрос о том, насколько его интересует тема здоровья, насколько здоровье важно для него. Задать вопрос, а сколько ты инвестируешь в свое здоровье, насколько ты инвестируешь в свое автомобиль, и пойти по классическому разговору в программе «Хорошее самочувствие». Я вас уверяю, что ваш бизнес станет по-много стабильным и более прогнозированным, особенно в такие периоды, как, например, «Лиднюю», «Лиднюю», «Аву». То есть в тот период, когда деловая активность, она падает, но не обязательно должна падать при этом активность потребления. выстроить свой бизнес на правильных продуктовых акцентах, мы можем создать очень крепкий, стабильный оборот, даже в те месяцы, когда этот оборот обычно у вас, например, корректироваться. Никто не хочет в марте, в апреле, в мае приглашать людей, чтобы потом эти люди от вас ушли в июне, в июле, в июле, Правда? Какая-то бесполезная работа, которую мы готовы проделать, лишь бы вот сейчас получить какие-то результаты на основе тех методов, которые нам уже известны, или те методы, которые у нас получаются. И в то же время абсолютно неважно, через что вы пригласили человек в бизнес. Вот сейчас у нас в марте, в апреле, в мае наступает вот тот самый тестовый период для нас, для каждого из нас. А вот наши партнеры, которые к нам пришли или придут в этот период, а останутся ли они с нами в тот момент, когда их деловая активность на вопрос будет, а придут ли они в ЛМ, а закажут ли они продукты, и каким образом это можно сделать? А уже здесь и сейчас, вместе с теми людьми, которые у вас стартовали, неважно, через какой способ вы это сделали. Может быть, действительно, это тот человек, который пришел и стал неинтересен в бизнес. Вы же не будете с ним в этот момент разговаривать исключительно по программам, с помощью которых вы будете развивать бизнес. Вы будете затрагивать вообще все аспекты развития бизнеса. Но встанет вопрос продукции, встанет вопрос, а на каких продуктах делается бизнес более стабильным? Встанет вопрос, а какие продукты заказать мне для себя? А какие продукты ты мне прегендуешь? И вместо того, чтобы просто сказать, то знаешь, что у нас есть продукты, это можно сказать, вот, продукты здоровья начни с себя. Давайте это делать более осознанно. Давайте подойдем к тому, что программу «Корочное самочувствие» мы с вами будем проводить прежде всего для тех партнеров, которые уже к нам пришли. Потому что у нас колоссальный, неоплаченный, огромный, класс тех партнеров, которые у нас когда-то были, или партнеров, которые сейчас вместе с нами, или партнеров, которые придут. И если мы на этапе обсуждения продуктов, заказа продуктов будем проводить, гестирование, будем вообще проводить презентацию программы, поверьте мне, ваш бизнес будет более стабильным. На чем я основываюсь? Я основываюсь на том, что среди большого количества тех лидерских групп и групп, с которыми я строю бизнес, их около 20, есть две группы, которые в феврале месяце в период поднятия цены, в период, когда у нас короткий месяц, когда мы очень упорно поработали в январе, и в феврале, естественно, есть небольшой выгод в связи с этим. Я увидел, что есть две группы, которые не просто стабильно пережили эту ситуацию, только обороты раз. И это не группы с полутора или двумя тысячами баллов, это лидерские группы. И я знаю, что многие группы в феврале, например, скорректировались в своем обороте. Это нормальная часть бизнеса, когда есть период повышения цен, мы с вами это переживали, и здесь я не думаю, что нужно что-то скрывать. Но когда я увидел, что у меня есть две группы, которые выросли, либо остались на том же уровне, это для меня стало очень хорошим показателем. И это две группы тех тренеров, которые сегодня здесь стоят на сцене. Это Людмила Друзьева, которая развивает свою жизнь с помощью программы. И это Елена Карташова, которая выросла еще даже в тот период, когда она выросла в той же программе. И это мне говорит о том, что если эти лидеры продолжат точно так же выстраивать на базе этой программы свой бизнес, то и это в следующий такой прогнозированный и простой период они проживут достаточно хорошо. Потому что это не значит, что Елена и Людмила приглашают людей исключительно через программу. Да нет, мы же с вами понимаем, что в нашей группе есть разные люди, и они задают разные вопросы, к ним обращаются разные друзья, у этих друзей есть разные потребности, и для кого-то потребность сейчас это действительно, например, на фото или дополнительное другое. И там немножко другие акценты от момента рассказа о бизнесе. Но я знаю, что этот человек пройдет программу, он ее пройдет как потенциальный участник, этому человеку будет правильно предложено узнать о себе, будут сделаны правильные выводы, этот человек сможет составить программу, его пригласят на обучение, где он сможет стать менеджером. И этот человек будет себя в нашем бизнесе вести более садином. Этот человек, который здесь не только потому, что он хочет финансово преуспеть, но он еще и имеет огромную причину, он хочет изменить свою жизнь вместе с компанией. Мне очень близка идея, которую несколько месяцев назад в одном из телефонных разговоров мне донес Денис Дюйон. Денис сказал такую вещь, что у него, как мы все время видим в организации, в голове произошло некое изменение. Оно было связано с тем, что человек, который приходит в наш бизнес, он проходит через несколько этапов. Первый этап, который он может получить, это, конечно же, использование продукции. Он может почувствовать нашу компанию через продукт, он еще не зарабатывает деньги, он еще не может похвастаться своим знакомым, друзьям, автомобилем, либо карьерным ростом. У него есть какая-то мечта, но то, что здесь и сейчас он может получить кроме общения, личностного роста, это то, что он может получить как пользователь, как пользователь того же, так, когда человек начинает уже зарабатывать конусами настолько, что он пользуется продуктами бесплатно. Третий этап, когда он начинает зарабатывать дополнительно, и четвертый, когда он уже строит карьеру. И вот как сделать так, чтобы человек, который пришел в наш бизнес, и он еще на уровне пользователя, как его сфиксировать на тех продуктах, которые будут давать этот очевидный результат, как его сфиксировать на тех продуктах, которые его удержат все это время, пока он начнет зарабатывать дополнительно, и что сделать? И он писал такую вещь, что я понял, что человек, который приходит в наш бизнес, он инвестирует 5-10 тысяч рублей в месяц в свое здоровье, и это является его профессией, проинвестировать в свое здоровье, а затем ему, за те инвестиции в здоровье и красоту, начинают уже платить компанию, потому что он становится некомендованным для своих друзей, для своих знакомых, он становится человеком, который получает результаты, и этими результатами начинает делиться. Он за счет этого числа разговоров и результатов приобретает своих первых клиентов, первых партнеров, он начинает с этим зарабатывать деньги, и хорошо, если человек через полгода уже пользуется нашими продуктами, без слабых. Мне это очень понравилась идея, она мне очень близка, что нам платят, прежде всего, за то, что мы сами пользуемся этими продуктами. Она прописана в большом количестве книг, мы это слышали от наших немецких коллег, это на поверхности лежащая концепция, и в то же время мы ее достаточно часто забываем. Поэтому вот первая идея, практическая такая идея, я сразу вам говорю, я ее только начал вот эту неделю прорабатывать. Это каждый партнер, с которым я уже развиваю бизнес, это пройти эту программу. Причем не важно, он сейчас сконцентрировал на продуктах, либо на бизнесе, для того, чтобы убедиться в том, что этот партнер использует продукты очень осознанно, для того, чтобы помочь ему человеку получить лучшие результаты. И, конечно же, те люди, которые к нам будут приходить. Вот эта культура заказа продукции через познание самого себя, своего организма, своих каких-то слабых сторон, и составление программы того, как он может это улучшить. Вот такая вот первая часть. Я, спасибо большое, хотел бы спросить у вас, а как вы думаете, среди всех тех людей, которые нас окружают, давайте так вот, чисто теоретически, хотя на практике я тоже знаю ответ на этот вопрос, чисто теоретически, какое количество людей, которые, вроде так, с понедельника, с ближайшего понедельника, действует на два часа больше каждый день. Причем действует так, чтобы приходить и быть не всегда в комфортной ситуации по отношению к тем людям, с которыми он общается. То есть что-то предлагать, что-то рассказывать, что-то доносить, где-то со своей финансовой выгодой. То есть человек, который, вот насколько много людей, такого принципа недеятельника очень резко изменить свою жизнь, заняться новой профессией, новой деятельностью, заняться тем, что делают для себя какие-то абсолютно новые вещи. И тратить на это, ну, будем так говорить откровенно, от 15 часов в неделю. И в то же время поставить на чашу высот другое количество людей, людей, которые готовы отказаться от чашки кофе или пачки сигарет. И просто высвободить в своем бюджете определенное число денег и уделить 3-4 минуты в день для того, чтобы указывать за своей здоровью. Вот представьте себе, насколько сложно на первую чашу весов лежат десятки часов в месяц. И здесь лежат привычки и лежат небольшие усилия. Нет выхода из зоны комфорта. Нет ничего. Как вы думаете, какое количество людей готовы к первому, и какое количество людей готовы ко второму? Я вам могу сказать, может быть, я слишком запутанно все это вам представил, что количество людей, которые готовы с понедельника менять свою жизнь и свою работу, их гораздо меньше, чем то количество людей, которые готовы что-то сделать для своего тела, чтобы лучше выглядеть, лучше себя чувствовать и дольше жить. И нас окружает гораздо большее количество людей, которые в отношениях с компанией ЛОД будут простыми пользователями и клиентами. Нужно понять, что эта аудитория, она для нас всегда намного больше, чем аудитория тех людей, которые ведутся сами строить бизнес. И этого не нужно бояться. Когда выходит наш партнер и говорит, знаете, у меня пришло 4 человека в этом месяце, но, к сожалению, день – это просто на продукт. Я в этот момент линейный бью им по языку. Да, да, да. Достаю розыки, начинаю вытрицать. Ты что говоришь? Вычеркни эти слова, которые ты сейчас послал по вселенной. Ах, это так! Ты сожалеешь о том, что у тебя пришли 3 человека. Ты сожалеешь о том, что ты помог 3 людям, что-то узнать это за... Ты сожалеешь о том, что это люди, которые пришли для того, чтобы менять что-то в своем здоровье, а не, блин, делать тебя богатым. Да? Ты это имеешь в виду? Это ведь на самом деле в голове многих из нас очень хотим бизнес-партнеров. Я тоже хочу бизнес-партнеров. Много бизнес-партнеров. И в то же время я понимаю, для того, чтобы бизнес был стабильным, и было толпы бизнес-партнеров, клиентов и потребителей должно быть еще больше. И поэтому я хотел бы сегодня к вам обратиться как к тем людям, которые сейчас, по сути, зарождают эту культуру. Я себя ощущаю Дон Кепотом, который вместе с Константином... Нет, наверное, Сан Чапанский все-таки... Константин Кепот, я подношу снаряд. Вот. Люди, которые, ну, в какой-то степени сдают новый тон, новую культуру в компании. А вы знаете, это не просто, но ведь разные такие аспекты культуры создавали в течение этих лет. Люди уже сидят так сгодят, а почему это это? Какой они опять на данный эксперимент хотя спасали их? Я понимаю, что какие-либо из тех людей, которые мы в течение этих пяти лет запускали, не работали так хорошо, как мы этого бы хотели. И в то же время, за вот эти девять месяцев, пока я вижу, что это, видишь, такой маленький смертный опыт. В виде программы «Корошее самочувствие», которая сейчас закатывается, зарождается, и мы с вами, по сути, находимся вот в этой закваске. Мы с вами создаем эту культуру. Мы с вами создаем то, что реально работает. Маленьких каких-то действий, в маленьких группах, в маленьких масштабах, это показывает, что это работает хорошо. Человеку может очень легко и просто обратиться. Что конверсия количества людей, которые проходят экспериментом, что это заказывает, очень хорошее. Что те люди, которые хотят заказывать продукты, готовы заключить договор, особенно с нашим чудесным инструментом «Карточка», очень легко пройти процесс регистрации, объяснить на все, к чему нужно установить эти партнерские отношения с компанией. Что эти люди остаются надолго в нашей компании. Вот это все сейчас. И вот те результаты девочек, которые сегодня выходили, я тоже называл, и мне это говорит о том, что это абсолютно нужная жизнь. Да и каждый лидер, он понимает, что если партнеры будут пользоваться регулярно продукцией, которая будет нравиться, будет давать им здоровье, будет давать результаты, их бизнес будет более стабильным. И здесь вещь не идет о том, что мы сейчас всех переубедим, и мы только на продукты здоровья приглашаем. Неважно, как вы пригласили. Вот рассказывая о продуктах, заказывая продукты, давайте мы будем ориентироваться на то, чтобы провести вот это самое тестирование и дать возможность заказать продукты особенностей. Я хотел бы вот во второй своей части, если я тут перехожу, вам рассказать о классном инструменте, который многие из нас используют лишь, во-первых, пора. Да? Потому что мы тестируем, мы учимся, мы учимся разговаривать, мы учимся задать вопросы. Учимся задавать вопросы. И... Это двое? Да. Да. А это тоже было? Хорошо, слава. Я просто, насколько тексты вижу, я в стопу встаю. Я еще, когда людям говорят, выступить две минуты, и они вот размещают тут столько текста, на что они рассчитывают? Такое бывает. С первым выступлением они сами принесли, но это не к тому спикеру, который выступает после меня. Это я испугался, потому что я мог поставить такое количество текстов. Вот. Надеюсь, что расслабились, и вот перехожу к мне к плечам серьезно. Итак, вторая часть. Это обратная сторона нашей листовки. Обычно мы ее используем в тот момент, когда проводим встречу. Но я понял, что мы ее можем использовать именно в тот момент, чтобы привлечь внимание человека, например, в разговоре по телефону. Либо с любым человеком, с которым вы общаетесь, неважно где. Вы в гостях, вы сидите за столом, вы летите в самолете, вы, я не знаю, стоите где-то в очереди, вы рядом, контактируете с человеком, вы познакомились, вас познакомили, неважно где. Вот этой вот листовкой не нужно искать каких-то инструментов для того, чтобы начать человеку представлять нашу программу. Вот эта листовка по телефону может стать классным шаблоном по приглашению. Разговор сразу же со знакомым, разговор сразу же с незнакомым. И это фантастический инструмент. Вам нужно научиться задавать, по сути, всего лишь один вопрос и знать всего лишь три хода. Потому что, если вы научитесь на автомате вот поставить себе задачу с каждым партнером, с каждым новичком, с каждым человеком, с которым вы общаетесь, вот на автомате научитесь произносить эти несколько вопросов, вы будете обеспечены огромным количеством встреч, ну, любое количество встреч, которое вам нужно. Я к этому пришел именно в момент практики. Я понял, что эта листовка это не начало встречи, это начало любого разговора. Еще раз, по телефону, со знакомым, с незнакомым, шагом. Потому что мы зачастую ищем слова для того, чтобы начать, как-то перейти к программе, как-то пригласить и потом только навстречу достать эту листовку и начинать использовать. А оказывается, это сразу же шаблон любого разговора. Не важно, где и когда, со знакомым или с незнакомым шагом. Начинается с первого, очень простого вопроса. Это может быть вопрос, насколько тема здоровья актуальна для тебя. Следишь ли ты за своим здоровьем? Интересует ли тебя твое здоровье? Хочешь ли ты узнать о своем здоровье больше? Абсолютно не важно. Вы видите, что сама популяровка вопроса она может быть от ситуации совершенно различной знакомый либо незнакомый человек. Но вы партнер, с которым вы сейчас общаетесь, но вы при этом знаете, что это должен быть вопрос о здоровье этого человека. Насколько он ценит свое здоровье, насколько важно для него здоровье, насколько этот человек озабочен о своем здоровье. Любой вопрос. Запишите себе этот вопрос. приятный для вас, удобный для вас. Тот вопрос, который вы хотите задавать. У меня всегда вопрос получается различным в зависимости от ситуации. Это первый вопрос. И тут не важно, что скажет человек да или нет. Абсолютно не важно. Потому что если человек говорит нет, то тот вопрос, который мы задаем, это не вопрос почему это тебе неинтересно, или почему это тебе не важно. это вопрос «А ты хочешь быть здоровым?» Когда мы спрашиваем «Считаешь, что ты себя здоровым человеком?» «А ты хочешь быть здоровым человеком?» Либо если вы задаете вопрос другой параллеровкой, вы в любом случае переводите вопрос в «А ты хочешь узнать о своем здоровье больше?» и все. Дальше мы переходим к тестированию. Неважно, если человек ответил нет и наоборот человек ответил «Да!» Скорее поздравить его продолжает отлично и я очень рад. Продолжай делать то, что ты делаешь. Если мы спрашивали о том, считает ли человек себя здоровым. Если человек говорит «Да!» «Здоровье актуальная тема для меня» и человек говорит «Да!» спросите «А хочешь ли ты узнать о своем здоровье еще больше?» И перейдите и тестировать. Неважно, что отвечает «Да!» или «Нет!» У вас всегда есть на готове предложение пройти тестирование. Это очень просто. Один вопрос и в зависимости от того «Да!» или «Нет!» Вы меняете немного интерпретацию предложения и предлагаете человеку узнать о своем здоровье больше. пройдя тестирование. И все. Заведите это за привычку. Это первое, что стоит сделать сейчас для того, чтобы у вас прошли встречи. Я когда начинаю работать с кем-то из молодых менеджеров, ведь у меня есть партнеры, которые знаете, есть партнеры, которые остались без спонсора, которые стучат наверх. И я готов открыть дверь и готов предложить те знания и те методики, которые есть. И одно из первых заданий, с которым мы начинаем работать, это давай мы расскажем про их знакомые друзья на наших продуктах с помощью вот этой программы. И мы начинаем проводить тестирование и начинаем проводить презентацию для окружения. Мы начинаем с мам, с пар, с сестер, с братьев, с соседей, с любых людей, которые окружают этого человека, задавая очень простые вопросы, используя очень простые инструменты. Поэтому используйте, пожалуйста, вот этот инструмент, его можно использовать гораздо шире, нежели чем открытие встречи, это прежде всего инструмент инициации встречи, это прежде всего инструмент, который зарождает встречу, это потрясающий инструмент, который у вас есть в тем время, научитесь им пользоваться, увеличьте количество встреч, вы сами почувствуете в процессе проведения встреч, как только у вас появились первые регистрации, насколько комфортно работать с программой «Хорошее самочувствие», насколько комфортно затем общаться с человеком, и еще раз, не важно, начали вы с продукта, и затем вы узнали, что человек хочет бесплатно пользоваться продуктами, и начали уже заниматься бизнесом, либо начали заниматься бизнесом, и переходите к продуктам, я думаю, что это не важно, это и то, и другое, просто сейчас проинтегрируйте программу «Хорошее самочувствие» в свой бизнес, и вы увидите, как мы увидели, что это усилит ваш бизнес. Спасибо. Спасибо большое, Кеннер. Спасибо большое. Спасибо. Очень специальные советы вы получаете, я думаю, что только если не воспользовался, то что может добиться больших успехов и прогресса в нашем хорошем деле. Следующие слайды не для того, чтобы их озвучивать, а для того, чтобы их сфотографировать, потому что мы когда с командой готовили презентацию, то мне попросили